1965 год. Советские космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев высадились на границе Усольского и Соликамского районов, недалеко от поселка Басин. Они просидели там несколько дней, прежде чем их нашли местные спасатели. В честь этого знаменательного события недалеко от Камского моста была установлена эта стела. А вот здесь ладошки, автографы космонавтов. История закончилась хорошо, но сценарий мог пойти по другому пути. Технические неполадки возникли в самом начале полета. Восход-2 вместо запланированных 350 километров отдалился от Земли на 495 километров. На этой точке корабль мог застрять на три года, а запас кислорода и питания был рассчитан только на трое суток. Экипаж шел вдоль границы опасного для человека радиационного слоя. И если бы в это время на Солнце произошла вспышка, космонавты получили бы смертельную дозу радиации. Сегодня 18 марта 1965 года. В 10 часов утра на орбиту планеты Земля выведен искусственный космический корабль спутник «Восход-2». Но на этом проблемы не закончились. Главной миссией был выход в открытый космос. Леонов должен был сфотографировать специальной камерой, закрепленной на скафандре планету из космоса. Но сразу не смог это сделать. Его скафандр стал раздуваться. Не докладывая в центр, Леонов сбросил давление в скафандре наполовину. А это могло привести к закипанию азота в крови. После сброса давления скафандр сдулся, и Леонов поспешил зайти в шлюз, сделав это не по правилам, а головой вперед. И это была не единственная проблема. На корабле стало заканчиваться топливо. С Земли успели только дать команду сажать космический корабль. Следующие четыре часа о судьбе корабля и экипаже ничего не было известно. К тому же корабль был устроен так, что управлять им в ручном режиме можно было только глядя в боковое стекло. Чтобы сориентироваться, космонавтам пришлось отстегиваться и поменять положение. Павел Беляев лег поперек корабля. Леонов его держал, давая указания для ориентации корабля. Космонавты включили двигатель и заняли места в кабине. Восход-2 приземлился в глухой Пермской тайге в сильный мороз. Просидеть в скафандрах пришлось больше суток, пока космонавтов не нашли спасатели. А отправление домой ждали еще двое суток. Готовили в тайге площадку для посадки вертолета. Чтобы отогреть, замерзших космонавтов с вертолета сбросили огромный котел. Развели костер и усадили отогреваться в котел с горящей водой Леонова и Беляева. Когда посадочная площадка была готова, космонавтам пришлось совершить до нее лыжный марш-бросок. 23 марта первого человека, побывавшего в открытом космосе, уже встречали в Москве. Я благополучно приземлился в районе города Бельми. Товарищи Беляев и Беляев чувствуют себя хорошо. Пермский край навеки вошел в историю как место возвращения Алексея Леонова и Павла Беляева на родную землю. Валерия Агалакова, Владимир Покровский. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова